Здравствуйте! С вами психолог Александр Матяш. И сегодня мы поговорим с вами о том, по какой причине мы так часто чувствуем себя неудачниками. В интернете можно найти довольно много материала на эту тему. Как правило, пишут про сценарий неудачника, про преднастройки, заданные нам в глубоком детстве нашими родителями и так далее и тому подобное. Однако сегодня мы порассуждаем про то, почему и по какой причине мы чувствуем себя неудачниками. Не с точки зрения психологических сценариев, а с точки зрения трансперсональной психологии. Так вот, с точки зрения трансперсональной психологии, сама дихотомия разделения людей на неудачников и успешных людей сам в себе ошибочно и в корне глубоко неверно. Берет это разделение, свое начало, естественно, с момента родовой травмы и происходит это следующим образом. Когда человек зачинается, то первые 9 месяцев он живет в полной гармонии с питающей и вскармливающей его материнской утробой. Его взаимоотношения с материнской утробой абсолютно гармоничны. Они растворены друг в друге, неотделимы друг от друга и находятся в глубочайшей гармонии. Регрессивный анализ, которому подвергаются люди в рамках трансперсональной психологии, рассказывает нам о том, что в это время плод чувствует себя находящимся в океане абсолютного блаженства, в космическом океане, который его любит, пестует и взращивает. Однако плод растет и через некоторое время этой гармонии приходит конец. Он начинается еще до того, как околоплодные воды отходят и открываются родовые пути. Начинается он тогда, когда стенки матки начинают стимулировать плод, сжимая его с огромной для плода силой, для того, чтобы подготовить его к процессу прохождения через родовой канал. Именно этот момент называется второй базовой перинатальной матрицей. И именно в этот момент с человеком происходит самая страшная в его жизни вещь. А именно, то, с чем он был неразделимо и нераздельно связан, то, в чем он находился в абсолютной и тотальной гармонии, ополчается против него, причем делает это настолько кардинально, что, по мнению плода, оно, вообще-то говоря, хочет его убить, просто-напросто раздавив его в своих сжимающих тисках. В этот момент и возникает противостояние человека с реальностью, его отщепление от него, его разделение внутри себя и по отношению к тому, что его окружает. Собственно говоря, это тот момент, который готовит его к родам для того, чтобы простимулировать плод. Потому что в этот момент плод и матка обмениваются серией сложнейших биохимических сигналов, соотнося подготовку к процессу родов между организмом женщины и между плодом, который должен родиться и стать младенцем. Однако то отделение от окружающей нас реальности, отщепление от нее и, самое главное, восприятие ее как чего-то, что может нам противостоять, что хочет нас разрушить, что желает нам зла, является максимально разрушительным расщеплением в сознании человека. И, собственно говоря, неудачниками мы становимся тогда, когда мы верим, что окружающая нас реальность желает нам зла, она хочет нас уничтожить, она хочет нас разрушить. Именно такое отношение к окружающей нас реальности предопределяет формирование сценария неудачника и, собственно говоря, и предопределяет то, что человек по жизни чувствует, ощущает себя неудачником. После того, как человек родился, стенки матки заменяют ему его родители. Они могут его любить и пестовать, они могут быть враждебны по отношению к нему. И, собственно говоря, именно родителям и приписывается возникновение этого самого сценария неудачника, который заключается в том, что самые близкие, самые любимые и любящие люди вдруг, оказывается, могут желать тебе зла. Говорить, что у тебя ничего не получится, программировать тебя на то, чтобы ты стал неудачником. Однако, как показывают исследования, проведенные в рамках трансперсональной психологии, такое разделение и такое отщепление и восприятие человеком реальности как чего-то враждебного по отношению к нему, что, собственно говоря, и формирует сценарий неудачника, происходит гораздо раньше, еще до того, как ему становится известным понятие родителей. А именно, даже до родов, во время второй базовой перинатальной матрицы, когда стенки матки начинают пульсировать, сжимая плод в своих страшных тисках, и ему начинает казаться, что его хотят убить еще до того, как он родился. Для чего нужно копать так глубоко, спросите вы. В чем причина того, что мы переносим возникновение ощущения себя неудачником, возникновение сценария неудачника, возникновение предрасположенности к тому, чтобы стать неудачником, к более ранним временам, чем те, когда ребенок начинает активно взаимодействовать с родителями. Причина заключается в том, что только соотнесение с этими более ранними временами, собственно говоря, может человека и вытащить из смертельных объятий этого самого восприятия себя как неудачника, сценария неудачника и самопрограммирование себя на неудачу. С точки зрения трансперсональной психологии это можно сделать следующим образом. Мы должны снова вернуться в гармоничное взаимодействие с окружающей нас реальностью. Поверить, что она хочет нам добра. Поверить, что она желает нам только хорошего. Однако, спросите вы, как это можно сделать, если от окружающих нас людей, окружающей нас реальности, мы очень часто получаем крайне неприятные, очень мягко говоря, сюрпризы. И подлость, и предательство, и все что угодно. Так вот, на самом деле вернуться к абсолютной гармонии с окружающей нас реальностью можно одним единственным образом. А именно, если мы примем за аксиому то, что эта реальность, какие бы плохие вещи она для нас не делала, желает нам добра. Как она может желать нам добра, делая нам плохие вещи? Очень просто. Она подвергает нас тем или иным испытаниям. С одной единственной целью для того, чтобы мы, пройдя их, стали более сильными, более крепкими и более развитыми. Она не делает это для того, чтобы нас разрушить. Как правильно заметил Ницше, что не убивает нас, то делает нас сильнее. А вот убьет она нас или нет, на самом деле решаем мы. И решаем мы это своим отношением к этой самой окружающей нас реальности. А сделать это можно только так. Какие бы испытания и решения к нам не приходили, они это делают только для того, чтобы показать нам те или иные слабые места в нашей психике, в нашей душе, в нашем теле, в любой нашей системе. Показав нам это слабое место, они тем самым предоставляют нам возможность это слабое место усилить. Усиливая свои слабые места, мы растем и развиваемся. Таким образом, без этих испытаний ни о каком развитии речи быть не может. Таким образом, мы с вами можем посмотреть на все сваливающиеся на нас неприятности, как на испытания, которые так или иначе нас развивают, которые так или иначе делают нас сильнее. То есть окружающая нас реальность – это просто тренажер, который тренирует нас, который показывает нам наши слабые места и который таким образом нас развивает и пестует точно так же, как это делала наша материнская утопа, когда мы во время первой базовой перинатальной матрицы спокойно и безмятежно развивались внутри нее, в ее, так сказать, околоплодных океанических водах. Перестроиться с восприятием окружающей реальности, как разрушающей нас, как на тренажер, на первый взгляд непросто. Однако, если приложить определенные усилия для этого, то сценарий неудачника будет раз и навсегда преодолен. Вместе с изменением вот такого восприятия окружающей нас реальности, как на тренажер, изменятся и полностью уйдут, канут в небытие сценарий неудачника, самосаботаж, прокрастинация и другие тому подобные разрушительные и разрушающие нас механизмы нашей психики. Когда мы будем воспринимать те испытания, которые подкидывает нам окружающий нас мир, как повод для того, чтобы что-то в себе прокачать, проработать и тем самым усилиться и стать успешным, мы тем самым целиком и полностью решаем себя возможности подвергнуться разрушительному воздействию сценария неудачника. И тем самым мы перестаем быть неудачниками, независимо от того, получилось у нас что-то или не получилось. Поскольку в том случае, если у нас что-то не получилось, то это означает только одно. «Нам просто надо еще немножко потренироваться». И это вовсе не означает того, что мы неудачники. Сценарий неудачника таким образом, с точки зрения трансперсональной психологии, отменяется раз и навсегда. С вами был психолог Александр Матяш. Всего вам доброго и до следующих встреч.